Друзья, у нас сегодня у нашего младшего брата Сергея Недашкирского, у мамы, она сегодня в зале, День Народжения. Давайте мы привитаем ее, потому что она у нас старше на концерте. У нас есть фрагмент с песней, которая будет специально для вас сейчас исполнено. Будет маленький фрагментик белого стихотворения Людвига Ашкенази. В одном городе, да, это было в Испании, люди терпеливо стояли в очереди за счастье. Счастье отпускали в маленьких целлофановых пакетиках, взвешенных заранее, с надписью «ФЕЛИЦИТАС». В каждом пакетике было стеклышко с радугой, пучок душистой травки, пряник, монетка и по одному молочному зубу, словом, сто граммов счастья. Некоторые стояли в очереди с самого рождения. Иногда одна из женщин, стоявших в очереди за счастьем, обращалась к соседке. «Сеньора, я стою за вами. Или я стою перед вами. Сеньора, мне нужно отлучиться за хлебом. Или, сеньора, мне нужно на свадьбу. Или, сеньора, мне нужно на похороны. Не забудьте, я стою перед вами. Муча сграться, сеньора». «И шла на берег, чтобы прилечь у моря, где волны днем и ночью помывают галику. И пена нежно-нежно гладила ее уставшие ступни. «И говорила про себя женщина. Если бы не в очередь за счастье, я была бы самая счастливая». Сила птаха бело крыла на тополю. Сила солнца понад вечер за поля. «Покохала, покохала я до болю молодого, молодого скрипаля». «Покохала, зачарованна струною, заблукала та мелодія в гаю. Гай зеленый, журавленный весною, я понесла своё сердце скрипалю. «И шла до него, начи місячна царівна, шла до него, як тепер зня весна. Я не знала, я не знала, що ця музика чаріла луна, не для мене, а для іншої луна». «Я не знала, що ця музика чаріла луна, не для мене, а для іншої луна». «Сіла птаха бело крыла на тополю, сіло солнце понад вечер за поля. «Покохала, ой, покохала я до болю молодого, молодого скрипаля». «Я не знала, що ця музика чаріла луна, не для мене, а для мене, а для мене, а для мене. Маленький фрагментик із чёрной шкатулки Людвига Ашкенази слова. «На земле нет радиостанции, которая передавала бы надежды и страхи бессонной ночи. Голову взметнувшуюся над подушкой, жаркий ночной шепот, босые ноги опускающиеся на холодный пол. Скрип двери, щелчок выключаемого ночника, вопросы, обращённые в ночь за окном. «Где ты?» «Что с тобой? Почему ты молчишь?» «У радио своя программа. Вначале духовая музыка, потом героическая музыка, а потом реклама». «Нежная правда в красивых одеждах ходила, Принаглядившись для сирых убогих колен, Грубая ложь эту правду к себе заманила, Мол, оставайся-ка ты у меня на ночле. И легковерная правда спокойно уснула, Слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, Вправду впилась и осталась довольна в полоне. И поднялась, и скроила ей рожу боль в дожью. Баба как баба, чего её ради, ради? Разницы нет никакой между ложью и правдой, Если и ту, и другую, конечно, раздеть. Выплела ловко из косы золотистые ленты, Вещи схватила, прикинув на глаз. Деньги взяла, часы, а ещё документы Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. ПЕСНЯ 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 дела дескать какая-то называется правда ну а сама провелась проспалась дырала чистая правда пожилась клялась и рыдала долго полила скиталась нуждалась в деньгах грубая лошадь чисто кромко лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах некий чудак и поныне за правду воюет оправдывает черт его правда да ломаный грош чистая правда со временем восторжествует если проделает тоже что грубая лошадь часто разлив по сто семьдесят граммов на брата даже не знаешь куда на ночлег попадем могут раздеть это чистая правда ребята глядь а штаны твои носит коварная ложь глядь на часы твои смотрит коварная ложь глядь а конем твоим правит коварная ложь владимир сенович высоцкий сегодня живее всех живых в 1 в 2 в 2 в 3 Продолжение следует...